Всем привет! Спасибо за то, что вы здесь, за то, что вы любите музыку, за то, что пишите комментарии, за то, что материально поддерживаете канал. Это очень приятно. Спасибо, продолжайте в том же духе. Это я не иронизирую, это я с искренней любовью вам говорю. Ну, а сегодня я вспомнил вот такую пластинку замечательную, с очень красивой обложкой, которую нарисовал автор музыки и текстов этого альбома, именно Дом Бан Блейд, то есть Кэптон Бифхард. Пластинка 1980 года, Dog at the Radar Station называется она. Двугодичный перерыв был в выпуске альбомов Кэптона Бифхарта, но это, мне кажется, даже пошло на пользу, потому что пластинка замечательная. Многие считают ее не то чтобы попсовой, но такой самой доступной. Для кого доступной? Куда доступной? Я не знаю, просто классная музыка, по-моему. Доступной, недоступной? В общем, это дело вообще 25-е, это личное дело каждого обозревателя. Состав хочу озвучить. Дон Ван Блейд, собственно, Капитан, да. Вокал, китайский гонг, гармоника, сопрано-саксофон, бас-кларнет. Джефф Моррис, теперь слайд-гитара, гитара, нервная гитара, что немаловажно. Эрик Дьюфилдман, синтезатор, бас-мелотрон, гранд-пиано, электрик-пиано. Роберт Артур Уильямс, ударный, Брюс Фоллер, который играл очень много где с заппой, то есть очень много где у заппа, Брюс Фоллер. Тромбон, естественно. Джон Френч, слайд-гитара, гитара, маримбо, бас, ударные. И еще ударные. Гарри Лукас, гитара. И французский гонг. Вот такой состав, вот такое количество инструментов. И все эти инструменты здесь слышны. В этой фонограмме. Вообще, на мой взгляд, эта пластинка, хотя, говоря о Капитане Бифхарте, трудно употреблять слово хит, но для меня эта пластинка состоит из хитов. Вся, то есть прямо все песни, а точнее все композиции, все пьесы здесь мне просто настолько ложатся на сердце, настолько мне близки по духу и по состоянию, по настроению, что просто радуется ухо, радуется мозг, радуется, что еще там, сердце, легкие, печень, поджелудочная железа особенно приходит в восторг. И я уже не говорю про все остальные органы. Там просто праздник и карнавал сплошной во всем организме. Капитан Бифхард. Я, кстати, рассказывал, по-моему, уже историю о том, как звуки «Мо» играли в Америке неподалеку от того места, где жил Бифхард. И Петя Мамонов позвонил ему, пригласил на свой концерт. Бифхард спросил, «А когда вы начинаете?» Петя говорит, «В шесть». Бифхард говорит, «Значит, что начните в восемь, в шесть я еще рисую, не успею приехать, а вот к восьми я подтянусь». На что Петя говорит, «Ну как же, афиша, публика?» На что Бифхард говорит, «Кроме меня вашу музыку все равно никто не поймет. Так что начинайте спокойно в восемь, я приеду». Начали в шесть. Я не помню, рассказывал, не рассказывал, но вряд ли кто-то смотрит все ролики подряд в моих плейлистах. Их там очень много, роликов я имею в виду. Поэтому повторил еще раз. Что касается песен, даже не знаю, с чего начать, потому что они все столь интересные, столь увлекательные. Начну с «Ю Египт». Песня пятая на первой стороне. Песня без барабанов. Раз, два. Три. Три произведения здесь без барабанов. Но она удивительна. Это такое переплетение, такое наслоение друг на друга нескольких гитар, а также мелотрона, а также там труба кое-где появляется еще в конце, что я пришел просто в полное изумление, в настоящее изумление. Такие волны одной гитары, другой гитары, они скрещиваются, переплетаются. И гитара слайд, и гитара не слайд. И с удивительным звуком. Вообще гитарный звук на этом альбоме, он настолько хорош, что только ради этого звука уже можно эту пластинку слушать. Просто если хотите послушать качественный гитарный звук, вот он здесь. Это удивительно. Просто так звенят они, так они звенят, так они режут, жужжат. И не скажу, что поют, потому что они здесь не поют нигде, ничего, никакого пения гитарного, такого красивого вы не услышите. Но сам звук чистый, подгруженный. Ох, какая красота. И вот этот самый «It's You, Egypt» с очень странной мелодией. Мелодия там, я не могу сказать, что условно, потому что дальше я коснусь этого момента, но будем говорить, странная мелодия, которую поет, рычит и воет капитан Бифхорд своим неземным голосом, точнее, своим подземным голосом, звериным рыком подземного существа. Очень интересно. Просто интересно слушать. Интересно слушать и думать, куда же это заведет нас все. И никакого неприятия, никакого раздражения даже от тональных таких переплетений, аккордов не возникает. Просто очень интересно слушать. «Брикбет», следующий номер, шестой на первой стороне, закрывающий первую сторону, это для любителей, я напомню, что американец, да, капитан Бифхорд? Но я напомню, что это, я скажу, что это для любителей английского течения рок-н-позишн. Не только английского, но и американские группы, там тоже американские музыканты принимали участие. Но это в сторону Генри Као, куда-нибудь, и потом уже дальше, в сторону Universe Zero. Вот если кто-нибудь любит Universe Zero или Present, то это отдаленно, отдаленно где-то находится с этими группами «Брикбет». Как это сочинено, как это всё аранжировано, как это расписано по инструментам, для меня сплошная загадка, огромная загадка. Потому что бесконечное смещение ритма, бесконечные смены ритмического рисунка, всё время, всё время всё меняется. Стоп-таймы неожиданные, пошёл другой размер, другой рисунок в целом. И гитарные риффы, гитарные ходы, гитарные фразы, они так неожиданны, так их много, и так они не вяжутся одна с другой, казалось бы, да. То есть, когда играет традиционный гитарист в традиционные песни, там, в принципе, всё понятно, всё логично. А здесь логики как бы нет никакой вообще. Но при этом всё это музыкально, всё это воспринимается... Ну, что говорить, если вы любите Universe Zero, там примерно так же, только более грандиозно, более, так сказать, более академично даже, в некотором смысле. Здесь всё это... Это рок. Это чистый рок. Вот чистый. Никакого симфонизма. Рок. И вот этот самый Brick Bats, странные гитарно-барабанно-басовые вот эти построения, изломанные, исковерканные, скрученные, и мелотрон вдруг появляется, там, внося симфонизм, кстати говоря. Очень странное полотно. Ну, а если пойти на начало, Hot Head, первая песня, «Горячая голова», это вот настоящий просто рок. Просто настоящий. Когда начинаете слушать эту пластинку, думаете, ну, Кэптон Бифорд, сейчас будет авангард, авангардный, авангардыч. Hot Head, это просто, вот, на ритм-н-блюзовой основе, практически, начало, значительная часть песни идёт вообще в одном аккорде, и риф из двух нот гитарный. Ну, это так скупо звучит, да, в одном аккорде, гитарный риф из двух нот, а там много всего. Там одна гитара играет этот риф, другая гитара играет соло, шизофреническая абсолютно, но ложащаяся точно в пьесу. Очень музыкально. С тоненьким звуком чистым, безо всяких этих обработок, вот этого идиотизма, вот этих электронных всяких приспособлений, да, вот этих огромных педал-бордов. Тоненько-чистенько и абсолютно как-то так трогательный по-идиотски. Но очень интересно. Надо сказать, что музыканты здесь высочайшего уровня, высочайшего, потому что сыграть, написать, расписать вот эти вот партии нелогичные, это дорогого стоит. И сыграно всё чётко, вдоль, ритмично. Ритмично это не значит, что вот так вот пошли, а... и вот это всё понятно, что это на ноты всё написано, но это очень сложно. Это какой там прогрессив рок, какой там, я не буду называть имён, названий групп. Вот здесь, вот это реально сложная музыка. Реально сложная, по-настоящему. Следующий номер тоже ритмон-блюзовая основа, но уже в другом темпе и более аккордовая. Если первая, хот-хэт, она такая рифовая, всё-таки здесь пошёл гитарный чёс на двух аккордах. И, конечно, на этом не останавливаемся, конечно, всё дальше уходит в какие-то не поиски, а в какие-то невиданные, там на невидомых дорожках следы невидомых зверей. Вот. Вот что начинается. Третий номер. Короче говоря, морковка ближе, чем кролик к алмазу. Инструментальная пьеса, гитара и фортепиано. Неожиданно, вдруг, после зверства двух первых номеров, неожиданно гитара с фортепиано, коротенький инструментальный номер, очень красивый и очень академичный. Единственный номер такой академичный. Ну и жутко цепляющая вещь, танцевальная по-настоящему. Хотя Hothead тоже танцевальный практически номер. Но вот это вот самое Run Paint Run Run это такой ракешник с бешеным хором Run Paint Run 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 Paint Run Run И вот понеслось просто эта песня она несется и понимаешь, что вот он американский гитарный рок. Как здорово! Просто ничего простого опять-таки нет, да? Но кажется так, что вот это Run Paint Run Run Ну, Бифхард поет как надо все. Дальше я уже говорил про Sue Эгрипты Брэйкбэтс на второй стороне Dirty Blue Ген Грязный синий ген это образец того, как нужно играть на ритм-гитаре и какие функции может выполнять ритм-гитара и что значит играть по-настоящему ритмично. Вот как играть ритмично, если вы хотите играть ритмично, послушайте вот этот грязный синий ген. Заслушаться можно. Настолько все настолько просто идеально, при этом все это живяк, это никаких вот этих кликов, никаких компьютерных передвижений, никаких прорисовываний, никакого искусства метронома, это парни сели и сыграли бешено, ритмично, хотя хороших мулкантов много, и много кто так играет, но так вот на пластинке записано ансамблево, это не одна гитара с барабанами, а ансамблево сыграно, все четко вот так и живо, и дышит, никакой вот этой электроники, я повторяю, никакого распределения по долям на компьютере, все живяк, и это так так дает просто, это музыка, да это музыка, это музыка, Best Batch Yet следующий номер не хуже, чем Джетти Блюген, но немножко в другом темпе немножко расслабиться можно с безумными мелодическими ходами, телефон просто зверство, Flavor Bat Living инструментальная штучка, интересная, и главная фишка, конечно, шериф Гонконга, пятый номер, ну, сказать, что это авангардное полотно, это ничего не сказать, потому что под словом авангард, каждый фантазирует для себя свою какую-то историю, но это сложнейшая оркестровая пьеса, опять-таки, можно там параллели какие-то провести с Universe Zero, там, с Фредом Фритом, там, куда-то туда, в эти области, но это другая совершенно история, это ансамбль Бифхарта, который играет нетрадиционные мелодические гармонические построения, и ритмические, вот так вот можно сказать, но безумно интересно, невероятно интересно слушать, и это не кажется никаким вот этим авангардом заумным, это кажется просто кайфовой музыкой виртуозных исполнителей, которые собрались, написали какие-то вот такие невероятные вещи и сыграли их, не чувствуется никакой халявы здесь, вот, вот что очень важно, потому что многим кажется, что авангард это собрались и каждый або что дудит по-своему здесь этого нет абсолютно, здесь четко все сыграно, все просто как написано, так и снято, как в кино говорят, вот так вот, пошел пить, пока. снято, Снято,